25 февраля церковью отмечается празднование явления иверской иконы Божией Матери, одной из самых любимых и почитаемых в народе образов Пресвятой Богородицы. И этот праздник для нашего города особенный, поскольку с недавнего времени начала возрождаться женская обитель, Спасский женский монастырь, находящийся в городской черте, один из храмов которого освящен как раз-таки в честь иверской иконы. Однако хочу сразу заметить, что в этом году по благословению высокопреосвященнейшего митрополита Анастасия само празднование, все торжества, приуроченные к этому престольному празднику монастыря, будут перенесены на день ранее, на воскресенье, 24 февраля, для того, чтобы было удобнее прийти множеству людей и разделить радость совместного богослужения, совместной трапезы с монашествующими, с насельниками обители. Поэтому всех воспользуюсь случаем, приглашаю именно 24 числа, несмотря на то, что сам день празднования будет действительно в понедельник 25. А возвращаясь непосредственно к самому вопросу, могу сказать, что в древности и в самом деле существовали закрытые обители, куда редко когда вообще допускали молящихся. Такие обители сохранились и в наши дни, хотя их стало гораздо меньше, и они иногда еще именуются скитами. А большей частью монастыри, а особенно находящиеся в городской черте, то есть в шаговой доступности для христиан, живущих в городе, они являются своего рода еще и духовно-просветительскими центрами. И потому их двери почти всегда открыты. И на богослужениях в этих монастырях всегда рады прихожанам и всегда их ждут. Как в будние дни, так особенно и в воскресные, и в дни праздников. Субтитры создавал DimaTorzok